Пам-пам! Привет, я Руслан Усачев и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Пам-пам! Наступило будущее! До меня и до многих магазинов электроники доехал шлем виртуальной реальности PlayStation VR и также в России начались официальные продажи HTC Vive. То есть эра виртуальной реальности пришла! Привет, Вилсако! Привет, DHL! О-о-о-о! Подключаем! Я как-то обещал, что как только эти шлемы виртуальной реальности поступят в продажу, я настолько захайплен и жду их, что буду весь выпуск в нём сидеть, так что давайте попробуем, но сначала я покажу, как его подключить к телевизору и к PlayStation. У вас есть PlayStation, подключённая к телевизору, всё просто. Подключаете шлем к порту HDMI и вы готовы! Фиг там был года. Телевизор по HDMI подключаем к внешнему процессору. PlayStation подключаем к камеру, которая покупается отдельно. Через HDMI PlayStation подключаем к внешнему процессору. Через внешний USB подключаем ещё раз PlayStation к внешнему процессору. Во внешнем процессоре ещё есть пустые дырки. Подключаем питание. Немного передохнём. Ой, внешний процессор, что это у нас? Ещё дырочки. Подключаем удлинитель. К удлинителю подключаем, наконец-то, шлем. К шлем подключаем наушники. Виртуальная реальность готова. Расплюнуть. Второй момент, о котором хочется поговорить, это цена. Цена вопроса, потому что тут очень хитро. Допустим, HTC Vive в России стоит 70 тысяч рублей. Что дорого, если сравнить с этим шлемом, который стоит 35 тысяч рублей. Но, для того, чтобы он заработал, вам нужна PlayStation 4. То есть, в районе 30-ки ещё добавьте. Плюс, вам нужна будет камера, вам нужны будут мувы, ещё тысяч 5-7. Так что, в принципе, набегает в районе тех же самых 70 тысяч рублей. Но, для того, чтобы у вас заработал HTC Vive, вам нужен ещё игровой компьютер. Короче, виртуальная реальность — это не самое дешёвое удовольствие. Я понял, что я такой, не самое дешёвое удовольствие. А вы не видите моих эмоций. Основной минус виртуальной реальности в том, что не видны мои эмоции. Поэтому я прекращаю свой «Проведи выпуск в шлеме виртуальной реальности» челлендж. И дальше по-нормальному закончу. Третий, и по-хорошему, самый главный вопрос — Интересно и удобно ли в это играть? С точки зрения эргономики всё достаточно хорошо. Шлем держится на самой голове у вас, а очки просто как бы спереди свисают. Видите, их можно свободно настраивать. Если у вас есть очки для зрения, то вы можете их даже не снимать. А вот по самой картинке, буду откровен, всё уже не так радужно. Для начала схематично объясню, как вообще работает виртуальная реальность. Внутри вот здесь находится экран, на который подаётся изображение с PlayStation. На него вы смотрите через два специальных окуляра. Получается, что на экране есть две картинки. Одна специально для правого глаза, одна для левого. И совмещая их, у вас получается объёмное изображение. И вот тут, наверное, самая большая проблема всех шлемов виртуальной реальности, чтобы добиться той же самой чёткой и насыщенной картинки, которая есть на телевизоре или на экране монитора компьютера, нужно, чтобы для каждого глаза тот же самый компьютер отрендерил отдельно такую же красивую картинку, плюс ещё в повышенной частоте кадров и более стабильной, что огромная и сложнейшая задача, с которой не может справиться обычная PlayStation, заточенная на работу с обычным телевизором. В ноябре выходит PlayStation Pro, там, скорее всего, получше ситуация станет, но в любом случае не стоит в ближайшие годы ожидать, что в виртуальной реальности будет офигенная картинка, как вот прям фотореалистичная. Нет, это ещё не скоро появится, если даже появится когда-нибудь. Многих интересует вопрос, видны ли пиксели. Да, они видны. Здесь находится Full HD экран, и если бы он был у вас в телефоне, вы бы не увидели пиксели. Но здесь вы на них смотрите, во-первых, через две лупы, во-вторых, он как бы делится на две части для каждого глаза, и получается в два раза меньше пикселей. Для виртуальной реальности, в принципе, нужен новый тип экрана с большей плотностью пикселей, насколько я знаю, такие уже разрабатывают, но что мы имеем сейчас? В целом ощущение, как будто вы играете в разрешении 720p, при этом сами игры как бы клёво выглядят, но разрешение низкое. И вот тут от игры зависит. Получается, что в таких условиях игры с изначально минималистичной графикой в виде SuperHUD будут более выигрышно выглядеть на фоне тех разработчиков, которые погнали за фотореализмом. Он просто недостижим. Игры. Они есть. Это уже не техно-демки, а нормальные игры, в которые ты сел можешь, там есть сюжет, там есть геймплей, там интересно играть. Мне больше всего понравилась Driver Club, потому что я не люблю гоночки. Но тут я запустил, и это вот шок от того ощущения, что ты находишься внутри машины. То есть ты едешь, ты можешь как-то поворачиваться, ты можешь посмотреть, что у тебя за спиной происходит, и врезаться в стену. И это очень круто. Это вот на голову выше всех тех виртуальных реальностей и аттракционов, которые в торговых центрах стоят. А самое главное, это у меня дома. Отдельно отмечу демку Resident Evil 7, после которой я понял, что я не буду покупать и играть в полную версию игры, потому что я чуть не обосрался. В тот момент, когда у меня нож вот так вот перед глазами торчал, я видел, я практически чувствовал этот нож вот в неприятной близости от моего лица. Нет, спасибо, я лучше в гоночке поиграю еще разок. Бип-бип, вот это мне больше нравится. Вердикт сразу на всю виртуальную реальность, наверное, на пару лет вперед, это более полезная вещь, чем то, что был там Kinect или PlayStation Move на предыдущем поколении консоли, потому что здесь можно навертеть более разнообразные вещи. И это круто. Понятно, что это первые модели, они не идеальны. Понятно, что в виртуальной реальности вы не можете ничего потрогать, можно бесконечно придираться к этому. Скорее всего, в будущем будет развиваться не в сторону виртуальной реальности, а в дополненной реальности, когда какие-то виртуальные вещи встраиваются в окружение настоящего реального мира. Но, ребята, вот это, это штука, чтобы играть в видеоигры. Она для этого создана, и с этим она хорошо справляется. Поэтому, если вы геймер, и у вас, допустим, есть уже консоль, то это хороший подарок на Новый год. Если вы играете на компьютере, то у вас есть побольше денег, то вы можете купить себе Oculus Rift или HTC Vive. Ну и как бы, все равно дешевле айфона. Пам-пам! Правительство внесло в Думу законопроект о том, чтобы добровольцы могли заключать небольшой контракт с государством на проведение миротворческих и контртеррористических операций за границей. То есть, другими словами, у нас в России хотят узаконить наемников. Ну вот, чтобы так быстренько сколотить небольшой отрядик и отправить их куда-нибудь там в Афганистан, чтобы в горах убить бородатого террориста. А, простите, очень некультурно с моей стороны сейчас было бородатого террориста. Нет, конечно же нет, не обязательно он будет бородатым, террористом может быть и женщина. Хэштег феминизм. Самое забавное, что на стране в официальных документах уже существует понятие наемников. И знаете где? В уголовном кодексе. За это сажают. Причем достаточно надолго. Но это не мешает тому, чтобы в России полуофициально существовали частные военные компании. Они как бы не воюют нигде, они защищают и охраняют, и обучают персонал, но все же понимают. Ну вот, кто будет работу делать, если срочно понадобилось в Сирии какие-нибудь руины зачистить, да? Или там, не знаю, в какой-нибудь другой стране референдум помочь провести? Нужны частные военные компании. Сейчас сразу хочу сказать, что я в этичность этого вопроса лезть не буду, потому что, в принципе, я против романтизации войны. Война это грязь, это кровь, это убийство, это зло. То есть это никаким образом не оспариваю, но есть одна вещь, которая настолько меня шокировала, что я просто обязан с вами поделиться. Я сказал, что в России есть уже частные военные компании. Давайте я вам прочитаю их название. Надеюсь, вы готовы. Частная военная компания. Представьте вот этот образ. Представили, да? Итак, в России они называются РСБ групп Редут Антитеррор, Тигр, Топ Рент Секьюрити. Да что с вами не так? Вы накачанные злые мужики, которые смотрят смерти прямо в глаза, вы людей убиваете, вы свергаете режимы, вам наплевать на границы и законы. Топ Рент Секьюрити. Господи, ребята, что такое? В Америке есть Blackwater, да господи, даже в GTA 5 есть Мэри Уэзер. Вы не можете... Вам что, фантазию отстрелило? Редут Антитеррор. Сажать нужно не за наемничество, а вот за такие фиговые названия. Позор какой для страны. И для справки. Пожалуйста, не убивайте меня. Я просто парень, который шутит в интернете. Юмор. На самом деле, Тигр Топ Рент Секьюрити хорошее название. Запоминающееся. Модное. Пам-пам. В Токийском университете, что в Японии, разрабатывают робота, который может потеть. Это же Япония. Естественно, это не самоцель, чтобы робот потел. Это просто ученые пробуют такую схему охлаждения. Чем больше машина становится, тем сильнее нужно охлаждать. И вот, решили испробовать ту схему, которую мы с вами, люди, используем. То есть, охлаждаемся через поверхность. И согласитесь, выглядит весьма круто. Как будто у него даже мышцы какие-то появились. И, глядя на такого робота, можно представить, что через какое-то количество времени они будут развиваться, и будут сильнее похожи на людей и превратиться в наших с вами секс-рабов. А потом они восстанут, и мы станем их секс-рабами. А потом мы восстанем, и восстание подавит, и мы будем еще более сильными секс-рабами. Но это все еще будет в далеком будущем. И я надеюсь, что наши будущие хозяева не будут это видео смотреть, потому что я сейчас в нем заявлю, что объективно этот робот плоскожопый. Фу. У настоящего робота должны быть формы. Пам-пам. Наконец-то освободили бедного российского путешественника, который три года провел в плену у сирийских боевиков. Константин Журавлев из Томска наконец-то вернулся домой. В далеком уже 2013 году он в одиночку автостопом выехал из Турции и через Сирию хотел добраться до Сахары, чтобы... Прожить там 21 день в пустыне абсолютно в одиночестве, употребляя только литр воды в день. Да, он из таких интересных путешественников, и, как понимаете, до Сахары не доехал, его приняли за шпиона, и приняли. Я о нем читал как-то давно, еще год или полтора назад, и, в принципе, там, по записям разговоров с родителями было видно, что, ну, его держат в плену, но не то, что там в подвале пытают постоянно, и даже с того видео после освобождения видно, что он, в принципе, в здоровье и сохранности. Но очень круто, что его вернули, очень круто, что его родители могут выдохнуть спокойно, не переживать за сына. Вот на секунду задумайтесь, это же три года. Это же ужас. Он три года провел в Сирии. Представьте, насколько у него просрочена транзитная виза. Пам-пам! Это все новости на сегодня. С вами был немного футуристичный Руслан Усачев. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока!